Всем привет! Это «Спорт на первом»! С вами Екатерина Гончарук и Василий Рожкова. Сегодня мы обсудим триумф юношеского шерифа в Лиге чемпионов вместе с нашим гостем. Все увидите далее. А еще расскажем о победах наших спортсменов на чемпионате Приднестровья по боксу и окунемся в атмосферу международного турнира по вольной борьбе. Вот что еще сегодня вас ждет. Ама-Лига 2019. Жаркие полуфиналы уже в эти выходные. Лига мини-футбола Приднестровья. Кто поднимется выше? Волейбол. Женский чемпионат Приднестровья в фактах и деталях. И игровые чемпионаты. Официальный старт. Я предлагаю начать с очень радостной новости прошедшей недели. Юношеский шериф вышел в 1-16 Лиге чемпионов. Соперника в стыковом матче мы узнаем уже 16 декабря. А пока побеседуем с героем норвежского поединка, автором проходного гола Евгением Ажиховским. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично, как всегда. Евгений, каково быть героем матча? Я не считаю себя героем. Это результат всей команды, работы тренеров, персонала. И это мы сделали все вместе. А то, что я забил, так просто получилось. На моем месте мог бы быть любой другой партнер моей команды. То есть именно вы оказались в нужном месте в нужный момент? Да. Еще до матча Шатам Ахарадзе сказал, что поединок в Норвегии будет очень тяжелым. Что, в принципе, так и получилось, как в будущее смотрел. Действительно это было так? Да, было достаточно тяжело, начиная с дороги, очень утомительные перелеты, паром, в 7 часов где-то на автобусе по Норвегии. И как началась игра, мы начали уверенно, могли даже забить на первых минутах, но потом пропустили два гола. И хорошо, что в перерыве у нас получилось собраться. Мы по-человечески побеседовали и поняли, что сдаваться не нужно. Вот очень интересно, кстати, что говорится в такие моменты в раздевалках? Ну, в основном пытаемся поддержать друг друга, сказать, что мы можем, мы лучше, и за счет этого завести друг друга, и уже выходим с другим настроем на второй тайм. Ну, наверное, еще и вот эта погода, да, норвежская, там все-таки зима не такая, как у нас, чуть-чуть суровее, даже не чуть-чуть. Сказалась вот эта погода? Ощущали? Только первые минуты матча, потом уже все разогрелись, и была все равно погода. Главное – результат, да? Что вам партнеры по команде сказали в раздевалке после матча? Хвалили все, сказали, что сделал то, что надо было. А как отпраздновали победу? Командой? Да. Еще не праздновали. Еще не праздновали, еще не встречались, да, с вместе? Особого внимания во время матча заслужило судейство, да? Вот вы как игрок это лично почувствовали? Да. Было видно, что предвзятое отношение к сопернику чуть имеется. То есть в Европе это было страшно, это видеть. Когда люди говорят на одном языке, это… То есть не ожидали совсем такого, да? Но вот при этом надо же было в такой момент собраться, да, и сделать все, несмотря ни на что. Ну да, мы перестали обрешать имейные судьи, соперника, и просто делали то, что мы умеем. Как видите, получилось. А были уже мысли во время матча, когда он свистнется, когда уже этот будет финальный свисток, или не отвлекались на этот момент? Нет, концентрация до последней секунды. Минуты не считали, да? А вот этот весь норвежский путь, вы уже сказали, что было вроде и сложно, перелеты, но вот все-таки, что больше всего вам запомнилось? Наверное, то, что этот город находится на острове, то есть мы к нему плыли, это было в диковинку для меня. Просто куда-то плыть всей командой, такого у нас еще не было. А где-то еще побывали помимо Албании и Норвегии? Командами? Да, именно за рубежом. Да, были в Азербайджане, в Габеле, в прошлой Лиге Чемпионов, к сожалению, не получилось пройти дальше. На международных турнирах были в Запорожье, в Грузии, в Тбилиси. То есть, в принципе, очень хорошо команда попутешествовала, да? Все вместе, общим составом. Ну, неплохо, да. И очень трогательное послание вы оставили в Норвегии, то есть поблагодарили за все, чья это была идея? Общая, скорее всего. То есть мы решили, что нужно оставаться людьми, поскольку мы там отпраздновали победу чуть-чуть, но некрасиво было бы так уезжать, и мы показали тоже свою культуру, оставили такое пожелание и убрали развилку. А вот если все-таки сравнить домашнюю игру, да, и выездную, вот все-таки дома, наверное, сложно играть, потому что родственники, все смотрят, все ждут результата, потому что вы же дома играете. Как вы можете проиграть? А на выезде, как бы, чужие стены, да, можно сказать, новое поле, где все-таки сложнее? Сложнее на выезде, конечно, дома и стены помогают, то есть трибуны гонят вперед и чувствуешь себя по-другому, раскованнее, наверное. А на выезде, когда играешь, там другой язык, другая атмосфера, другой воздух даже, и сложнее намного становится. Впереди плей-офф, с кем хотели бы сыграть? Да, давайте, ваша заветная мечта из возможных соперников. Моя именно или команда? Давайте сначала ваша мечта, потом командная, а потом вот выберем из общего списка, да, кто может попасть. Моя мечта – это дортонская брусья. Да, это вполне возможно. Тоже желто-черная, кстати. Да. А вообще, вот, командная мечта. Ну, хочется привезти сюда гранд европейский, то есть команду как можно сильнее. Наверное, Реал, да? Аякс. Атлетика. Айентус. Ливерку. Да, в принципе, любой соперник какой бы не приехал, но я думаю, что они как сюда приедут, так они получат достойный бой, да. Мы в этом сомневаемся. Ну, еще мы можем не исключать момент Динамо-Загреба, вот основная команда тоже. Да, это тоже очень хорошо. Да, было много противостояния, и на опыте взрослой команды, да, можно и судить о результате в будущем. Но как это будет, мы узнаем уже 16 декабря. Очень надеемся, что ваши мечты тоже сбудутся. И, конечно же, ждем, ждем уже этот раунд плей-офф. Мы желаем вам удачи. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. И обязательно, обязательно введите свою команду вперед и вперед. Будем стараться. Спасибо. Ну, а мы будем обязательно и дальше следить за нашими юношами, а пока поговорим об Амалиге 2019. В эти выходные на Лайнс-арене окончательно решилась судьба полуфиналистов. За третье и четвертое место сражались Гео Цермал и Локомотив. Это была игра-открытие последнего раунда. Напомним, что по регламенту в полуфиналах лидер играет с четвертым местом, а второе место с третьим. Перед матчем Кишиневская команда опережала бендерчан всего на одно очко. Гео Цермал сдавать свои позиции не собирался. А вот почему, нам рассказал Сергей Япырянов. Команде бендера нужно не то, что больше. Сейчас решается, кто будет на четвертом или на третьем месте. Поэтому никто не хочет, может быть, играть с Вива Фармом. Вива Фарм хорошая команда. Они будут, наверное, играть на победу. Но мы уже там, как пойдем. Кстати, Локомотив по этой же причине рвался к победе. Поэтому настрой у команды был серьезный. Все-таки кого больше хочется? Ну, хочется IDC. Постараться их обыграть и в финале уже встретиться с Вива Фармом. Я все-таки думаю, что Вива Фарм обыграет. Такая многоходовочка. Да, такая многоходовочка. Потому что мы уже с Вива Фармом сыграли. Сыграли хорошую игру 5-5. Но хочется сыграть уже с ними такую же полноценную игру финальную и выявить уже там победителя. Исход матча в пользу Гео Цермала 5-2. Так что в полуфинале Кишиневской команде предстоит играть с Интернестеркомом. А вот Локомотив сразится с фармацевтами. В таблице мы можем увидеть все результаты Амалиги в последнем туре. Вива Фарм сыграл ничью с командой Гребеник. 2-2. А вот IDC разгромил Динамо МВД 7-0. Полуфиналы состоятся уже в эти выходные. И еще всех любителей мини-футбола мы приглашаем к экрану в эту субботу. Вас ждет спецвыпуск фанов на первом. Где мы подробно обсудим предстоящие игры вместе с их непосредственными участниками. Так что суббота 20-30 после программы специальный разговор. Обязательно смотрите. Решающие игры предстоят и командам Приднестровской лиги. Финальный тур в Лиге Б и С уже в эти выходные. На данный момент в Лиге С лидирует команда Декс. У команды 22 очка. Вслед за ней идет Колос. Именно с ними предстоит играть нашему авангарду. Воскресенье. А пока телевизионщики обосновались на третьей позиции, в воскресенье крупно обыграли ЕРС со счетом 6-2. Желание сместить конкурентов сильное. Поднимется ли авангард ТВП МР выше решит последний тур. По регламенту в Лигу Б напрямую проходят первые две команды. А вот судьбу третьей будет решать стыковой матч с восьмой командой Лиги Б. Здесь же в свою очередь лидирует Вимпел. За ним идут Электромаш и Колл Тайм. Эти команды уже борются за право в следующем сезоне подняться выше. Высшую Лигу возглавляет Красная Звезда. На три очка отстает Вива Фарм 2. А замыкает тройку лидеров Молдавской Агресс. В отличие от остальных Лиг, тут командам осталось играть еще два Тора. Итак, обязательно приходите на Лайнс-арену в эти выходные решающие игры. Это точно будет ярко, жарко, даже вот в такую холодную погоду. Так что мы вам точно обещаем настоящий экшен. Но я предлагаю перейти к другим достижениям. В Тирасполе прошел пятый международный турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта Советского Союза Николая Пастухова. Изначально этот турнир получил статус международного. В этом году боролись более 200 спортсменов из Приднестровья, Молдовы, Украины и даже команда из Болгарии. Среди участников младшие и старшие школьники, они выступали в шести весовых категориях. В принципе, целью турнира выявить перспективы спортсменов и повысить их мастерство. И, конечно, поддержание дружеских связей между странами. О чемпионах в лицах смотрите далее. Интересная система у вас. Расскажите, как это работает. Как, что управляется. Обычно борцовское табло. Начало сватки. Если я даю свисток, время запускается. По ходу сватки уже, как борцы себя проявляют. Допустим, борец с красным только заработал 4 балла. Сразу на табло себе уводится. Даже я могу им поуправлять, да? То есть, вот я, например, отдам вот в этот сектор, да? Можно? Ставьте его. То есть, все сюда. А вы сами можете свои очки присудить или все честно? Все честно. Настроились и верили в себя и победили. Знать, с кем ты будешь выходить. Никогда не дооценивать соперника. Сапкерненький. Слабенький? То есть, все-таки ты правильно был сильнее, да? Да. В таком турнире хочется всегда занять первое место. Мне вот жалко, что второе место. Хотелось бы больше кубок. Борьба была красивая. В некоторых весовых категориях даже ребята выступали. Наши ребята, мы не думали, что они пробьются в финал. Ну, пробились, неплохо отборолись. Хотя некоторые из них проиграли. Но, в принципе, борьба была динамичная, красивая. На этой неделе нас ждет два чемпионата Приднестровья. Борцы вольного стиля выйдут на ковер в субботу. А вот боксеры уже на ринге. Сегодня стартовали предварительные бои. Боксируют спортсмены трех возрастных категорий, элита, молодежь и юниоры. Это команды из Террасполя, Бендер, Дубасар, Рыбницы и Днестровска. Финалы чемпионата Приднестровья состоятся 6 декабря. Бокс – это спорт, который любит сильных, смелых, отважных. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, что секции бокса во всех городах Приднестровья открыты, работают. И родители смело могут приводить своих мальчиков и девочек, потому что вы знаете, что женский бокс сейчас тоже развивается, набирают обороты. Включен в программу Олимпийских игр. Для элиты чемпионат особенный. Боксеры отбираются в состав сборной Приднестровья. Впереди их ожидает чемпионат Молдавии. Он пройдет с 18 по 21 декабря. Чемпионы Молдавии смогут попасть на международный ринг. Это чемпионат Европы, мира и рейтинговые турниры, на которых боксеры попытаются завоевать путевки на Олимпиаду в Токио. 700 юных спортсменов из 50 спортивных школ. Беларусь, Приднестровье, Молдова, Украина, Россия, Казахстан, Литва и Польша. Так прошли в Бресте соревнования по легкой атлетике памяти героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Наши легкоатлетки, воспитанницы Бендерской с Дюшор номер 3, не только в призерах соревнований, но и с новыми рекордами мемориала. Юлиана Добижа показала результат 13,07 метра. Юлиана выступала в старшей возрастной группе. В младшей возрастной группе отличилась Марина Юсумбели. 13 метров 5 сантиметров. Девушкам вручили памятные статуэтки за рекордные достижения. У Марины Юсумбели также второе место в прыжках в длину. Кроме того, девушка выиграла в номинации «Лучший в прыжках». В активе бендерчанок еще две бронзы. В старшей группе Анна Карманутца взяла медаль в тройном прыжке, Елизавета Марарь в прыжках в длину. Завершилось первенство Приднестровья по настольному теннису. Все золотые медали завоевали дубосарские спортсменки. Абсолютными победительницами стали две Александры – Кирьякова и Думиник. Продолжаем тему игровых видов. На очереди гандбол «Женский». Стартовал чемпионат Молдавии. В этом сезоне выступают четыре клуба. Титул лучшей команды намерен вернуть терраспольский ПГУ «Сдюшор». В первом туре столичные гандболистки играли на выезде и добились победы. Уверенность – 42-17. С таким счетом терраспольчанки обыграли команду «Фалешт». На этой неделе ПГУ «Сдюшор» проведет домашнюю игру против Кишиневской «Ривьеры». Начали сезон и баскетболисты уже прошли матчи второго тура чемпионата студенческой лиги. Вторую победу подряд одержала Цегина. Бендерчане обыграли «Рыбинский металлург» в 115-97. На этой неделе начинается сезон и в волейболе стартует чемпионат Молдавии. Играть будут и мужчины, и женщины. К слову, девушки уже в форме. Сначала команды разыграли кубок Молдавии, а теперь чемпионат Приднестровья. На этих кадрах кубок чемпионов нашей республики вручает Тираспольской «Динамо» Глории. Команда добилась победы в финале, а ее капитан Оксана Диденко стала лучшей в номинации «Связующая». Очень приятно второй год выигрывать чемпионат. Соперники тоже достойные, но мы оказались сильнее, поэтому кубок у нас. Были отмечены еще две волейболистки Глории. Лучшим игроком признана Валерия Туртурико, а Либера – Галина Дерменжи. Итак, золото чемпионата Приднестровья у «Динамо» Глории. Серебро у «Дубоссарской спортшколы» и бронза у «Бендерской» с «Дюшор-2». Ну а я предлагаю посмотреть сюжет с финальной встречи. Вот Василий подготовил для вас топ-5 интересных фактов. «Динамо» Глория! О команде. В этом сезоне у «Динамо» Глории появилась вторая команда – «Дубль». В основном это воспитанницы терраспольского клуба. Это так называемая скамейка запасных первой команды. Нам есть над чем работать. Мы хотим воспитывать свои кадры. Мы не нуждаемся в легионерах. Мы должны играть нашими воспитанниками. И тем сладче будет победа, когда эту победу к нам принесут наши девчонки. О составе. В этом сезоне терраспольский клуб пополнила Валерия Туртурико. Столичную команду перешла из «Дубоссарской». О противостоянии. «Динамо» Глория против «Дубоссарской» в США. В финале чемпионата команды встречаются второй год подряд. Руки не опускаем. Будем работать. Из поколения в поколение. У нас очень хорошая спортивная школа с хорошими традициями. О игре. И снова золотые медали выигрывают волейболистки из террасполя. И счет все тот же. Победа Глории 3-0. Девчонки выполнили мою установку. Хорошо, что не поплыли раньше времени. Не обрадовались, потому что после счета 2-0 обычно оборотка возникает. И о планах. «Дубоссарская» команда готовится к следующему чемпионату Приднестровья. А «Динамо» Глория стартует в молдавском первенстве. Тираспольчанки нацелены выиграть золото чемпионата. Это был «Спорт на первом». Нам всегда есть о чем вам рассказать. Увидимся ровно через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова